Тут стали делать ремонт на крыше. И вот у нас розетка, по розетке течёт, прям слышно, как журчит всё. По стояку вот здесь вот, всё это промокло древесина, вот здесь вот всё журчало, до второго этажа дошло. Соседи приходили, вот здесь всё вот капает, и вот здесь, вот здесь у нас сделана арка, в ней прям журчит и капает, слышно, как бежит вода. Потоп хозяйку двухкомнатной квартиры в панельной пятиэтажке на улице Беляева застал врасплох глубокой ночью. Пришлось бегать с тазиками, отключить электричество, разморозить холодильник. Аккурат, в день рождения хозяйки подрядная организация, само того не желая, преподнесла сюрприз. Мне главное, чтобы устранили, только я не знаю, как в таких условиях, когда они сейчас начали в осень делать этот ремонт, как можно это устранить. Я не знаю, что там за специалисты работают и кто за ними следит. Всё это помимо нас делалось, мы были не в курсе. Ощутили только, когда нам на голову полилась вода. Средства на ремонт кровли подрядной организации «Евроком» были выделены по программе улучшения инфраструктуры военных городков. Ремонтируют пять кровель в Чкаловском, столько же в новом городке. Ведут замену внутренних инженерных систем и восстановление фасада на трёх домах. Так, десять кровель планировали перекрытие в домах на улице Беляева. Затянули время, на дворе закружились белые мухи. Мы работаем с 8 утра до максимум 9 вечера по обстоятельствам. Как в целом темпы работы у вас? Как в целом темпы работы? Согласно погодных условий, погода есть, темпы большие. Сегодня, соответственно, практически не работаем. Там шатра установлены, обкрытые кровли, нет? Эта кровля сделана. Она установлена на том участке, где сейчас скрыт. То есть этот участок сделан, вы хотите сказать? Первый слой сделан. Возможно, где-то сзади. Разбирайте. Кровлю дома ремонтируют, а крышу кровли моего балкона они повредили. И так что у меня теперь на балконе течёт всё. Консервация кровли, на которой работы уже стартовали, невозможна. Необходимо добиваться качественной доделки и ввода в эксплуатацию. По остальным 12 адресам администрация потребовала перенести работы на следующий год. Видно, что идёт нарушение технологий ремонта кровель. Хотя было с самого начала сказано, чтобы все охранные мероприятия были выполнены. То есть поставили на кровлях шатры и под шатрами, так как уже глубокая осень, когда они приступили, чтобы не было заливов. Ремонт по новой технологии отметили жители. Валентина Сарачева пришла в управляющую компанию с одним вопросом – кто будет исправлять ошибки рабочих? Работы велись и в дождь, и в снег. Я говорила им, что почему, что это такое, что это за ремонт. Мы столько ждали этого капитального ремонта. И вот вы пришли, они сказали, а у нас новые технологии, и ничего, можно делать и в такой погоде. Каждый день управляющей компанией приходится актировать новые затопления. Ответственность за возмещение причиненного ущерба полностью лежит на подрядной организации фонда капитального ремонта. Подрядная организация фонда капитального ремонта обязана или возместить в денежном эквиваленте материальный ущерб, или своими силами отремонтировать. Здесь уже по согласованию с гражданами. Пока идут разбирательства, рабочие расчищают от снега новую кровлю на соседнем доме 16А. Всё, будете дальше делать эту кровлю? Конечно, а как же её не делать? Погоды будет сделаем. Видимо, подрядчики забыли, что приёмку работ должна осуществлять комиссия, в которую входят председатель Совета многоквартирного дома, представители государственного учреждения «Стройконтроль» от фонда капремонта и отдела ЖКХ районной администрации. Своё слово скажут и жители пострадавших квартир. Как-то выполненных работ они приложат заключение с формулировкой «претензий не имею». Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует... Спасибо.